Горка в Парке Победы неожиданно стала платной. В редакцию нашего телеканала обратились возмущенные тверичане. Ведь за час зимней забавы теперь надо заплатить 50 рублей. Хотя горка, не отвечая требованиям безопасности, элементарно даже не залита. В скандальной истории разбиралась наша съемочная группа о том, как изменилась ситуация после вмешательства средств массовой информации. Увидите прямо сейчас. Раньше эта детская зимняя забава была в Парке Победы бесплатной. Рассказывают выречения, которые регулярно приходили и приходят в парк. Поэтому новость о том, что с конца прошлой недели за катание на горке нужно заплатить, причем за час 50 рублей, сильно удивила и возмутила многих. Мы в воскресенье платили 50 рублей. Мы покатались час ровно, нам сказали, горка закрыта. Во-первых, ни льда нету на ней, ничего. То, что снег нападал, у меня всего такая горка, одно дерево и 50 рублей, я считаю, это как бы было. К тому же никаких чеков после оплаты здесь не дают. Но, как уверяют на месте работающие сотрудники, с вечера пятницы они будут выдавать официальный документ об оплате услуги. Она частная собственность нашего начальника. То есть он ее за свои деньги строил, он платил аренду. И пооформленной, как бы вот, вешуя сейчас в данный момент, да, рискуран, да, то есть сейчас начальство привезет горку, ну, то есть привезет кассу, как бы будет выписываться китанцы и чек, все. Как выяснилось, горку соорудил здесь частный предприниматель, получив аренду участок. К началу зимы бизнесмен построил деревянную горку, а после решил на ней заработать. Предприниматель объяснил, что должен платить сотрудникам, которые разгребают снег и отбивают от льда ступеньки, а также следят за детьми. Но, как мы видим, снег на ступеньках не убран. И дети с большой опаской поднимаются наверх горки. Руководство МОК дирекции парков, проанализировав общественное мнение и обращение жителей, приняло решение определить ежедневные бесплатные часы работы горки в парке с 12 до 15.00, включая выходные. Акция продлится до конца работы горки в зимнем сезоне. Бесплатно воспользоваться горкой можно только со своим тюбингом. Необходимо отметить, что коммерческую услугу по организации катания на горке оказывает частный предприниматель по договору с дирекцией парков. Ему поставлены задачи неукоснительно соблюдать график бесплатных часов катания. Что ж, по-настоящему зимняя погода в этом году будет в Твери только до конца этой недели. Уже со следующей в регион вновь придет потепление. Температура поднимется до плюс трех, плюс пяти градусов. Соответственно, и горка вновь растает, даже если ее предприниматель все-таки решит залить. Стоит ли брать деньги с тверичан за некачественную оказыванную услугу – вопрос большой. Но предпринимателю, как говорится, виднее, как зарабатывать деньги. А выбор остается, конечно же, за горожанами.